Для меня огромная радость, честь и привилегия делиться сегодня с вами Словом Божьим. На дворе стоит месяц Март, как мы уже только что выяснили, и в нашей церкви он назван месяцем любви. И сегодня мы обязательно вспомним еще раз о той самой большой любви на все времена, о любви Господа каждому из нас, и как дорого мы обошлись Всевышнему. Ну, как говорит Святое Писание, в начале было слово, и мы сейчас зачитаем с вами Матвея, 22 глава, 35-40 стих. «И один из них, законник, искушая его, имеется в виду Господа Иисуса Христа, спросил, говоря, «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему, «Возлюби Бога, Господа твоего, всем сердцем твоим, всей душой своей и всем разумением твоим». Это первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». На этих двух заповедях утверждается весь закон и все пророки. Когда-то один известный физик, теоретик Альберт Эйнштейн изобрел теорию относительной вероятности и облег свое научное изыскание в уравнение. И это уравнение на долгое время стало ответом для многих людей в то время. Он отвечал на многие вопросы. И вот, окрыленный этим, он решил создать такую вот формулу, которая будет объяснять уже полностью все то, что окружает нас. Но дальше название «теория всего» так дело и не пошло, потому что только Творец всего может рассказать обо всем. И он уже ответил нам через свое слово своими божественными формулами и уравнениями. И вот моя сегодняшняя проповедь называется «Самая важная формула». Любая формула всегда состоит из нескольких частей, из нескольких пунктов. И наше тому не исключение. Первый пункт будет звучать «возлюби Бога твоего», а вторая «возлюби ближнего своего, как самого себя». Ну, давайте рассмотрим сейчас первый пункт. В этом пункте есть три части. «Возлюби Бога всем сердцем», «возлюби всей душою», «возлюби всем разумением твоим». А что такое «любить всем сердцем»? К сожалению, наш язык не настолько богат к слову «любовь», как тот язык, на котором говорили во времена нашего Господа Иисуса Христа. И у нас это слово достаточно универсально. Мы можем любить хорошую погоду, мы можем любить время суток, мы можем любить музыку, можем любить поэзию, да мало ли что. У каждого свой язык любви, своя система ценностей. И каждый человек может воспринимать любовь по-своему. Так все-таки, как же любить Господа всем сердцем для того, чтобы радовать Его? И один из вариантов – это исполнять все Его заповеди и повеления. Иоанна 14, 15. «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». Именно так Иисус видит проявление нашей любви к Нему. Ну а почему же всем сердцем? Сердце – это не просто орган. Это место, где зарождаются доброе и злое. Оно является хранилищем всех наших помыслов и всех наших решений. И размышляя над этим, я получил откровение. Если в сердце есть любовь к Богу, то уже все остальное естество будет подчиняться этой любви. И абсолютно без принуждения. А с чего начинается наша любовь к Богу? Что является первым шагом нашей любви к Господу? Это тот момент, когда мы понимаем цену нашего искупления. В тот момент, когда мы осознаем, какой ценой мы были выкуплены у этого мира. Той ценой, которую положил наш Господь Иисус Христос. В тот момент, когда мы каемся перед Господом и просим очистить наше сердце от грехов, прегрешений и всего того, тех нечистот, которые нас наполняли до прихода к Нему. Мы просим Господа войти в это сердце и жить там. Вот именно с этого и начинается любовь к Богу. Что значит любить Бога всей душой, мы уже поняли. В чем есть душа человека? В чем ее природа? Душа одухотворяет тело и управляет им. Подобно как Бог наполняет вселенную и остается невидим, так и душа наполняет наше тело и остается незаметной. Если человек любит Бога всей душой, то и тело будет подчиняться этой любви. Ну и еще один пункт, который маленький остался, это разумение. Другим словом, наш разум. Именно он подчеркивает и дает нам вспомнить ту жизнь, которую мы жили раньше, до прихода Господа, и те условия, в которых мы живем сейчас. И когда я вспоминаю о том, какая была незавидная моя жизнь, та жизнь, которая была до Господа Иисуса Христа, мне хочется ухватиться за Него руками, ногами и зубами, потому что только в Господе я получил то, что ищу. Вы знаете, утра были на то время особенно тяжелыми. Я вспоминаю эти утра, они были наполнены головной болью, пониманием того, что жизнь безрадостна. Но только после того, как я покаялся, после того, как я прочувствовал вот это вот дуновение прекрасного ветра, который давал Господь, я получил сейчас радость. И я радуюсь каждому утру. Это дает только Господь. И мы переходим с вами сейчас к следующему пункту основной жизненной формулы, которая звучит «Возлюби ближнего своего». Что значит «любить ближнего своего» и кто этот ближний? Обернитесь вокруг, посмотрите. Вот тот, кто с вами, тот и есть ваш ближний. И неважно, находитесь вы в стенах храма или находитесь вы на троллейбусной остановке, рядом с вами ваш друг, брат, знакомый или просто незнакомый человек. Именно он и является ближним. И с чего же можно начать любовь к Господу? С чего она начинается? К своему ближнему, вернее, не к Господу, а к ближнему своему. Тут для наглядости можно использовать первый пункт, который пользуются всегда студенты медицинских вузов при поступлении. Один из первых их пунктов звучит «Не навреди». Это золотое правило в жизни. В чем оно заключается? Не делай зла другим. И что бы ты ни делал, как бы ты ни поступал, прежде подумай, не принесет ли твое действие кому-либо вред. Вот это и будет первой степенью любви к Господу и человеку. Следующая степень в древнегреческом языке звучала бы как филантропия на их языке, а в нашем бы варианте она звучала просто как человеколюбие. И это уже забота о улучшении жизни и оказании помощи нуждающемуся. Как она проявляется? Спектр действий ее достаточно широк и доступен каждому. От перевести старушку через дорогу до оказания материальной помощи тому, кто действительно в этом нуждается. Именно так видит ее Господь. Если вы помните, Галатам 6.2 звучит так. «Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов». Что это значит? Помогайте друг другу в трудностях. Каждого из нас Господь одарил огромнейшим количеством даров и талантов. И чаще всего эти таланты даны были не только для того, чтобы мы могли зарабатывать деньги или служить только своим близким и своей семье, а для служения друг другу. Вы никогда не задумывались, почему у нас у всех разные таланты? Для того, чтобы мы нуждались друг в друге, друзья. Для того, чтобы мы не возгордились. В мессианских еврейских общинах есть такая шутка, зачем евреи носят кипу. Ну, по-нашему, ермолка. Знаете, такая шапочка на голове. И вот мой друг Женя Гудухин мне рассказал, открыл эту тайну. Оказывается, это индикатор. Какой индикатор, я спрашиваю, Женя? Что за индикатор? Это, говорит, индикатор зазнайства. Как только я зазнаюсь, я задираю нос, падает кипа. Я понимаю, что я на очень опасном жизненном пути. Ну, друзья, мы это шутка. И всего лишь в каждой шутке есть только доля шутки, все остальное правда. Ну, а если разобраться, какой же самый важный талант в жизни каждого христианина? Это способность видеть нужду другого и отвечать на эту нужду. Мало этого, не оставаться равнодушным к человеческой нужде. Ведь мы с вами в нашей церкви не имеем недостатка ни в каких талантах. Вот у нас есть кто? Певцы и музыканты. У нас есть автодилеры и страховщики. У нас есть строители, столеры и даже экскурсоводы. И всем этим мы можем служить друг другу. И если даже у тебя нет ярко выраженного таланта или какого-то ремесла, которое бы тебя кормило на протяжении всей твоей жизни, в чем ты очень преуспел, и у тебя есть любовь в сердце к Господу и желание послужить кому-то, служи то, чем ты можешь окружающим. И поверь, через это обязательно Господь покажет и твою землю, и даст тебе ярко выраженный талант. Вы знаете, когда я это понял, я получил откровение. Служи другим, чем можешь, а Господь послужит тебе тем, чем нуждаешься ты. Я хотел бы сейчас вкратце рассказать историю моего товарища, моего друга, который один из первых начал когда-то, 20 лет назад, борьбу за мое сердце, за мою душу, и начал вымаливать меня у Господа. Мы вместе служили в службе безопасности, он был моим старшим сменой, у него была та же проблема вначале, как у меня, алкозависимость, но он на два года раньше вышел из этого состояния и начал молиться за меня. Он молился за меня, но помимо мольбы он еще и проявлял практические действия. На тот момент у меня был кризис жизненный. А. Моя зависимость. Б. Смерть моего отца. И С. Во время переезда с квартиры на квартиру я очень серьезно поломал ногу в трех местах и получилось так, что у меня кольцевой гипс на 12 килограмм на ноге, естественно, я неконтактный, нетранспонтабельный. И Валера после работы приезжал и помогал мне. Он помогал мне с переездом, он помогал мне с расстановкой мебели. Он помогал мне потом еще в одном хорошем деле. Мужчины меня поймут. После отца осталась машина, старенькая Нива, на которой я хотел ездить, а она этого упорно не хотела. Ну и поэтому Валера, который хороший был механик, приезжал и вместе со мной, крутя гайки, рассказывал Иисусе Христе и являл любовь к Христову без открытого Евангелия. И это стало последней каплей после того, что я веровал. И именно там я покаялся. И вот, на тот момент я не понимал, чего Валерий не хватает в жизни, чего он в ущерб своему сну, своему отдыху приезжает и помогает мне. Я до сих пор так бы и не понял этого. Я подумал, ну Валера, ну у тебя же все есть. На тот момент у него была уже своя трешка, выкупленная на Харьковском массиве. У него был дом в Броварах, оставшийся после тещи. Какая-никакая машина. Единственное, чего не хватало Валере, это маленьких. Теперь я его очень понимаю. Его две дочери были уже взрослые, но получалось так, что старшая была уже замужем, но деток не было, младшая училась в институте. Его тоже как бы ждать оттуда было неоткуда. Но Валера продолжал служить окружающим, не только мне, еще многим братьям из своей церкви. И вместе с Людмилой выпрашивать ребеночка для своих дочерей. Прошло время. И в этом году я узнал, как Господь по-царски его благословил. В Фейсбуке высветили фотографию третьего внука Валеры. Воздайте Господу громкую славу, это действительно чудо. Я еще раз хочу подчеркнуть свое откровение. Служи другим, чем ты можешь. А Господь послужит тебе в том, чем нуждаешься ты. И мы переходим к самому, пожалуй, главному проявлению любви к человеку. Это на мой счет. Это нести благую весть. Именно из-за любви, которую Господь когда-то и вел к нам, мы идем на евангелизацию. От избытка сердца говорят уста. Так говорит Святое Писание. И я подумал, а как можно скрывать от людей, которые зачастую о Господе не имеют никакого представления, что сам Всевышний в теле Христа пришел на эту землю, умер и воскрес. И умер не просто так. Умер для того, чтобы воскрес, но дать нам возможность не сгореть в адском пламени потом. Как мы в миру, в жизни этих вот проблем, забот, нерешаемых вопросов можем скрыть о том, что Господь есть ответ на все вопросы. И именно в нем содержится то, что нужно каждому человеку для полного счастья. Если бы когда-то мне об этом не рассказали, то я вряд ли сейчас бы был жив. А если бы даже и был жив, то вряд ли бы стоял перед вами. Ну и напоследок, у нас остался небольшой пункт, которого мы еще не коснулись, и он тоже важен. Это пункт «любовь к себе». Зачем она нужна, спросите вы. Достаточно любить Гога, достаточно любить окружающих. Но так уж сложилось, что подавляющее большинство людей на нашей земле, и я один из них, все жизненные обстоятельства и случаи, которые напрямую их не касаются, все равно примеривают к себе. И в этом есть рациональное зерно. Все дело в том, что только пропустив через свой разум, а потом пропустив через свое сердце, человек может оценить степень радости или степень поражения, степень удовольствия или степень боли, через которую проходят другие. Иными словами, если мы не знаем, что такое любить, то мы не сможем любить себя, мы не сможем полюбить окружающих. Для того, чтобы любить окружающих, нужно понимать, о чем идет речь. Без этого понимания мы не воспринимаем все понаслышке. И, возможно, бы пропустили только через свой разум эту любовь, которую дал нам Господь когда-то на кресте. Музыкант, если несложно, пройдите, пожалуйста, на сцену. В продолжение своей мысли хочу сказать, что когда я узнал о жертве Иисуса Христа, тогда, когда Валера молился за меня в гараже, я не забуду этот солнечный, прекрасный весенний день, в тот день, когда я узнал, что претерпел наш Господь на кресте, в тот же день я покаялся. На то время я уже был отец. Моей доченьке было 6 лет. И вы знаете, мне захотелось примерить на себя ту боль, которую терпел отец в тот момент, когда делал это судьбоносное решение – отдать своего сына или нет. И я на секундочку представил, что мне нужно отдать свое дитя на растерзание обезумевшей толпе, чтобы потом, спустя годы, века, кто-то где-то когда-то покаялся. Я попробовал примерить эту боль на себя. И все мое внутри естество закричало – «Нет, я не могу этого сделать!» Друзья мои, я думаю, каждый из вас бы не смог этого сделать, как бы мы друг другу не симпатичны, но это выше наших сил. А он смог. С того времени прошло уже много лет. Но каждый раз, когда я думаю об этом, а нет-нет, я и вспоминаю те времена, меня переполняет очень смешанное чувство. Чувство боли, чувство радости, чувство благодарности. Чувство боли отца, который отдавал своего сына на крест для того, чтобы спустя 2000 лет в городе Киеве покраился парень, которого зовут Стас, чтобы спасти его. Чувство радости о том, что, коль я примерил это на себя, но мне этого делать не нужно. Слава Господу! Мне не нужно отдавать своего ребенка на такие муки. И чувство огромной-огромной благодарности за то, что Господь выкупает меня, выкупает мою семью, выкупает нас всех из мира тьмы, из этого адского пламени, которое могло сжечь не только душу и тело, но и все наше естество. Он искупил нас огромной ценой. Ценой жизни и крови своего сына Иисуса Христа. Перед нами сейчас будет заповедь причастия. Мы будем поклоняться Богу, а во время причастия служителя, во время поклонения служителя раздадут причастие. Взяв причастие, не торопись принимать. Не торопись. Вспомни, какой ценой ты достался Господу. Какой ценой было выкуплено твое сердце, твоя душа, твое тело, твои близкие и родные. Слава Господу. Мы драгоценны Его сердце. Причастие мы примем во время того, когда совершится молитва. Принять Его смогут члены церкви, если не на замечании, и если они не на исключении. Давайте поклоняться Господу. Былым искуплен над грехом, знаю я, что нет цены Иисус твоей крови, твоей крови. Поклонись своему Господу. Вспомни все. Вспомни Голгофу, вспомни крест, вспомни раны, вспомни ту кровь. Не забуду никогда, какова Твоя церя. Кровь Иисуса. Если вам еще не дали причастие, поднимите руку. Это были зубы, знаками для слушателей. Кровь Иисуса. Субы, Иисуса. Иисуса. Иисус. Иисус. Мы хотим сегодня вспомнить о Твоей жертве за каждого из нас, а вспомнив, поблагодарить, поблагодарить Тебя за все. И преломляя этот хлеб, мы благословляем Твое святое имя. И было сказано, преломил хлеб. Иисус. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за великую милость к нам. Спасибо, что Ты отдал Своего Сына за каждого из нас, за ту пролитую кровь, которая лилась с креста в тот момент, мой Господь. И спасибо, что Ты на этом не остановился, что Ты дал нам Свои заповеди и повеления, соблюдая которые, мы не потеряем то драгоценное спасение, которое Ты дал каждому из нас. Мы благодарим Тебя за это, мой Бог. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Перед нами сейчас еще одна молитва. Молитва за наши нужды. Передо мной корзина с молитвенными нуждами. Здесь содержатся молитвенные записки, в которых мы отобразили все наши нужды. Но я знаю, что не все нужды легли сегодня сюда. Кто-то не пришел по здоровью, кто-то смотрит нас в прямом эфире из другого города, а нужды остаются. Поэтому прямо сейчас, с огромной верой, давайте принесем наши нужды Господу. Он сердцевидец, Он читает с любого носителя, как с бумаги, так и с сердца. Молимся, дорогая церковь. Господи, во имя Иисуса Христа мы потрясаем сегодня перед Тобой своими нуждами. Мы просим Тебя, откликнись на каждую из них. Боже Святый, сейчас свирепствует коронавирус. Мы просим Тебя во имя Иисуса Христа о исцелении всех болящих. Боже Святый и Праведный, кровью своей святой помажь каждого от макушки головы до пят, мой Бог. И дай полное исцеление тем, кто переболел во имя Твое Святое. Дай восстановиться. Восстанови легкие, восстанови внутренние органы, мой Бог. Восстанови. Те, кто не заболел, дай возможность не коснуться, чтобы его не коснулся этот ангел губительный. Высвободи все сонные ангелов, которые будут окружать и защищать их. Мы также просим о других заболеваниях, о всех тех заболеваниях, которые сопутствуют в жизни людям, мой Бог. Мы просим о сердцах, о исцелении сердец, о исцелении желудков, мой Бог. Мы просим о том, чтобы Ты исцелил позвоночник того человека, который сегодня проснулся и еле разогнул свою спину, мой Бог. Мы просим, исцели его. Мы просим Тебя, мой Бог, о тех людях, которые молятся за своих родных и близких. И, вымаливая их, просят принять их, Боже Святый. Пожалуйста, размягчи их сердца и дай понимание того, что только Ты можешь дать благодать в этой жизни. Также мы просим о тех людях, которые переживают о экономическом кризисе. Боже, вложи сердца, нас и меня тоже, что только Ты являешься основанием для нашей жизни и нашим обеспечителям. Мы благословляем Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь. И сейчас я хотел бы обратиться к тем людям, которые сегодня первый раз в нашей церкви. Если Вы есть на этом месте, поднимите, пожалуйста, руку. Слава Господу, мы видим Вас. Слава Богу. Воздайте Господу громкую славу. Вы никогда не молились с молитвой покаяния. Но среди нас есть люди, которые уже не первый раз в церкви, но тоже не молились с молитвой покаяния. А есть те, которые молились, но отошли. Друзья, сегодня Ваш день. Сегодня тот день, когда Вы можете примириться с Господом. Для этого не надо ехать в паломнический тур. Достаточно здесь, на месте, закрыть свои глаза и обратить свой глаз к Господу, чтобы Вас никто не смущал. Закройте глаза и повторяйте за мной. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я сейчас прихожу к Тебе. Я прошу Тебя. Прости мне мои грехи и прегрешения. Прости мне всю ту жизнь, что я жил без Тебя. Дорогой Иисус, я верю, что Ты Сын Божий. Я верю, что Ты пошел на крест за меня, чтобы я спасся и имел жизнь вечную. С этой минуты будь моим защитником, будь моим спасителем. Будь всегда со мной. Воздайте Господу громкую славу, друзья мои. Дорогие те, кто молились, для Вас сегодня такой же радостный день, как и для нас. Говорят, святые небеса, когда каятся грешник, ликуют небеса, мы ликуем вместе с Вами. Мы хотим с Вами дружить, но для этого мы хотим с Вами познакомиться. Пожалуйста, в конце служения выйдите вперед. Здесь будут стоять служители, которые познакомятся с Вами, помолятся за Вас и, конечно же, вручат Вам подарки. Слава Господу! Слава Господу!